Паше год и четыре разговаривать он ещё не умеет. Произносит только отдельные слова. Рассказать маме, что няня его обижает, мальчик просто не мог. Об этом Анна узнала из звукозаписи, намеренно оставила в квартире диктофон, потому что малыш стал странно себя вести. Я как будто в порыве игры замахнулась на него и хотела посчитать. Он раз такой и зажался. Прослушав запись, Анна никак не могла поверить, неужели это та самая ласковая и заботливая женщина. И начинается просто жесть. Маты, в общем, у меня хватило на 20 минут прослушивать эту запись. Для меня это шок, так издеваться над ребёнком. Няню Жанетту нашли через агентство. Многолетний опыт, лучшие рекомендации. По телефону женщина категорически опровергла обвинение. Там вообще, это не мой голос, понимаете. Это не мой, я не знаю, кто у неё в субботу подрабатывал или кого она уже взяла. Встречаться с журналистами женщина отказала и сказала, что лечится после стресса. Дома был её сын. Паша! Ну, ребёнка зовут Паша, по-моему, да. А голос это мамы? По-моему, нет. Не, ну, мама, как бы, просто я знаю мамин голос. В ответ на обвинение няня заявляет, женщина всё выдумала, чтобы не платить ей за работу. Я не знаю, что от меня надо. Я у неё не работала в тот день. И она мне в последнюю, она мне вообще последнюю неделю не оплатила. Я у неё, честно говоря, собиралась уходить тоже, потому что там уже невозможно было. Она кидала людей. Можно ли наказать няню за издевательство над ребёнком? Юристы сомневаются. Ведь наверняка договор между наёмником и работодателем был устным. Если мы говорим о моральном поведении няни, то здесь наказать и каким-то образом привлечь к ответственности проблематично, поскольку няня, она не является сотрудником детского сада. То есть это ваша внутренняя договорённость о том, что она будет следить за вашим ребёнком. Поэтому здесь каким-то образом её привлечь к другой ответственности невозможно. Психологи говорят, именно в этом возрасте у малышей формируются отношения к миру. Поэтому подобная жестокость опасна, так как может повлиять на дальнейшее развитие и поведение ребёнка. И когда происходят похожие вещи, у ребёнка как раз это базовое доверие и рушится. То есть ощущение возникает, что этот мир агрессивен, на меня нападает, меня некому защитить, я не знаю, что с этим делать. То есть это может привести к ситуационному стрессу здесь и сейчас. Анна удивляется, как маленький улыбающийся Павлик мог вызвать такую неприязнь, ведь мальчик совсем непривередливый и послушный. Во-первых, не работай няня, во-вторых, это маленький ребёнок. Во-третьих, если мы тебе не нравимся, ну уходи как бы, да. Но я честно, я не могу понять, чем это вызвано. Анна надеется, что для её сына всё пройдёт без последствий. Он просто забудет женщину, которая обидела его. Но предпочитает, чтобы история получила наибольшую огласку. И если няня не найдёт больше работу, это будет лучшим наказанием для неё. Елена Захаренкова, Объектив неделя.